Добрый вечер дорогие телезрители! Среда 19.30, темная студия снова собирает своих обитателей. Сегодня наши гости, скажем так, большие специалисты по одной из таких злободневных тем, которые волнуют, как оказывается выяснилось в ходе наших исследований в социальных сетях и в интернете, тем. Остап и Ибрагим, Сулейман, Берта, Мария и т.д. и т.п. Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Век научно-технической революции способов, конечно, у потомков Остапа Бендера поприбавилось. И вот эти аспекты, мобильное, банковское, развод сидельцев и другие аспекты, пенсионное, мошенничество, об этом мы сегодня поговорим в программе «Один из нас». Ну, наверное, все-таки по правилам жанра вопрос, наверное, к представителям правоохранительных органов, по статистике, скажем так. Вот это общий такой вопрос. Сколько вообще преступлений связано с нечестными способами отъема денег у населения, фиксируются и раскрываются? По итогам 2016 года более 800 преступлений было совершено в отношении граждан нашей республики. 800? Более 800. Более 800. И определенную долю занимает, конечно, не ваш адрес вопрос, а просто как граждане, как законопослушные граждане. Значительная доля этих преступлений связана с теми, которые, грубо говоря, сидят в местах не столь отдаленных, да? Ну, скажем, 60 на 40 примерно. 60 на 40. То есть процентов 60. Которые лиц отбывающих наказания в местах лишения свободы. 60% этих преступлений связано с мошенничеством, совершаются с людьми, которые априори не должны иметь доступа к интернету и так далее. Но это больше к представителям также УФСИ, наверное, получается, как они допускают такое, ведь кто там, певец, его недавно за доступ к мобильному телефону, просто, мобильному телефону, да, Александр, просто посадили человека в карцер, да, хоть и отбивают наказание за довольно серьезное предупреждение. Но это так, ремарочка. Все-таки это больше пререгатива УФСИ заниматься пресечением подобного рода деятельности, скажем, криминального контингента. У нас остаются вопросы по тем, которые вот вроде бы на хорошем счету граждане и так далее, да, но у людей там по 35 миллионов выуживают. Ну, дело все в самих, наверное, людях, получается, которые сообщают свои данные, так сказать, преступникам, говорят им все свои, так сказать, реквизиты банковских карт, счетов и таким образом становятся жертвами мошенничества. Да они сами приносят эти самые банкноты вот так вот на блюдечке с голубой каемочкой, как Остап Иброгрим мечтал, да. Я вот про резонансное дело, когда представители на недвижимость якобы то ли в Америке, то ли и так далее выудили 35 миллионов, да. Вообще, наверное, вот мошенники, они большие психологи, что изучают человека, его слабые стороны, его, будем говорить прямо, низменные какие-то там страсти, да. Ну, мне кажется, вот если так разобраться, да, то больше основывается на том, мошенник, да, да, в принципе, психология, определенный товар хочет человек приобрести или сбыть, и таким образом попадается на уловки. То есть мошенник предлагает свои услуги, там, я приобрету у вас тот же диван, который уже 5 лет продать человек не может за энную сумму, но давайте я сейчас не в городе, там, переведу вам деньги на карту. Ну, и, соответственно, сообщает реквизиты, карты, вот, пожалуйста, результат. Это же не обязательно это с банковскими картами связано. Бывает так, что люди оперируют там земельными участками, с недвижимостью и так далее, и попадают на удочку мошенников, которые, еще раз, используя 680 способ, просто изымают эти деньги. Ну, это больше, наверное, больше экономической направленности преступления. Мы сейчас говорим о, так сказать, общеголовных преступлениях, это люди, где потерпевшие у нас именно граждане, не какие-то организации, там, юридические лица. А именно физические лица. Кстати, о таких делах вы говорите, да, то, что земельные участки там больше фигурируют, наверное, юридические фирмы участвуют, которые оформляют. Нет, оформляют, в смысле, оформляют, именно оформление этих участков незаконные, переходит через юридические лица. То есть, никому нельзя верить? Как? Никому нельзя верить. Верить можно только себе. Только себе. Хорошая, кстати, ремарка от представителей правоохранительных органов, да, но, тем не менее, еще раз говорю, отсутствие потерпевших. Все-таки, кто признается, что тебя развели, как последнего лоха, да? Возможно? Правоохранительные органы. Сразу прям, давай, Майя Ермолаева, да, мне помогает сегодня. Значит, есть ли для населения, для граждан какие-нибудь интернет-памятки? Сейчас очень развиты соцсети, да, где, значит, вы уже готовите какие-то там с фотографиями, возможно, да, инструкции, как, значит, обезопасить себя от мошенников. И что, значит, какой строк в уголовном кодексе, да, предполагается за мошенничество? Да. Самый большой. Да, необратимость наказания. Ну, для качества профилактики, да, я хочу сказать нашим гражданам, чтобы они ни в коем случае не сообщали своих каких-либо данных по телефону, там, не сотрудникам банка, потому что все мы знаем, что банк никогда не позвонит, там, не скажет, что карта заблокирована, какие-то определенные моменты, то есть, самому идти разбираться со своими проблемами. И если вам все-таки звонят, продаете товар, это все-таки, наверное, достаточно номера карты, чтобы перевести денежные средства, а люди, как правило, начинают сообщать свои все реквизиты карт, да, там, с обратной стороны, с передней стороны, и приходит смс, там, подтверждение операции, там написано, никому не говорить этот код, но люди все равно говорят. Ну, в первую очередь, надо, конечно, начинать с самих себя, да, люди должны понимать то, что если написано никому не давать, значит, не надо никому давать этот код, да. Да, мы занимаемся профилактикой, отдел информации общественной связи МВД над этим работает, буклеты распечатали, будем разносить, как бы, людям различные категории, пенсионерам и, так сказать, университетам, я не знаю, там, если они попробуют дать момент, и в пенсионном фонде, там, я знаю, что на сайте, на портале пенсионного фонда размещались видеоролики, там, ну, то есть, в социальных сетях тоже везде присутствует информация, постоянно выкладывается информация на сайт Министерства внутренних дел, откуда средства массовой информации могут взять сведения, да, ну, о каких-то определенных преступлениях, там, совершенных именно мошенничеством. Алексей, такой вопрос тоже из наших комментаторов, скажем, вот этих анонсирующих выпусков, а откуда вообще преступники знают, что у той или иной пенсионерки лежит на вкладе, там, 200 тысяч или, там, 140 тысяч, ну, если бы более конкретизировать. Вообще, и насколько развито информирование, ну, со стороны, есть ли какие-то сподручные со стороны недоброжелателей, которые работают в самих финансовых структурах, возможно? Ну, возможно, говорить однозначно я не буду, да, об этом, то, что есть или нет такие люди, да, ну, скажем, когда преступник, скажем, пытается завладеть денежными средствами, он, конечно, не в курсе, какая сумма находится на счету, да, у потерпевшего, и когда он, там, подключает определенные услуги, там, он уже способен увидеть в онлайн-режиме ту сумму, которая находится на карте, то есть, если там нет денег, он ничего не поимет, если там есть денежные средства, он предпримет все свои возможности, всю свою, так сказать, обольщение, обаяние, все свои способы, чтобы ими завладеть. Вы, как сыскарь, допускаете то, что в неких финансовых структурах имеются люди, которые за деньги передают эти сведения? Да, я допускаю. Допускаете? Конечно. Как банки вообще работают в этом направлении? То есть, тут еще аспект такой, что каждый, скажем так, случай, который попадает в присутствие предсекретаря Сбербанка, я спрашиваю, если не 90%, то поголовно 100% это клиенты, конечно, крупнейшего в стране банка, да? Вот давайте начнем с того, как Сбербанк борется и с крестьянничеством в своих рядах, и с повышением уровня безопасности своих клиентов. Наверное, стоит начать с того, сказать о том, что фактов утечки информации, которая бы привела к хищению средств со счетов клиентов Сбербанка по территории Якутии, мне, например, неизвестны сегодняшний день. Мы тоже не оперируем, мы просто всылаемся на то, что, возможно, такие недобросовестные сотрудники, они есть. Ну, в данном случае я предпочел бы, конечно, оперировать конкретными фактами, еще раз повторю, что мне о таких фактах неизвестно. Нет, вы если бы сказали, у нас каждый наш кандидат проходит там тройной фильтр отдела кадров, прежде чем, скажем, начать получить доступ к данным, да? Почему нет? Дмитрий, совершенно верно. На самом деле, каждый кандидат, принимаемый на работу в Сбербанк, он проходит проверку нашей службы безопасности, и, ну, соответственно, некое заключение положительное получает. Вместе с тем, большинство, да не большинство, а практически все случаи мобильного мошенничества, о которых мы сегодня говорим, о которых, по крайней мере, мне известно, совершились именно вследствие того, что люди разгласили свою персональную информацию. Как правило, это... Сами отдали. По большому счету, да. Это либо социальная инженерия, когда, как правильно мы говорили уже сегодня об этом, психологические уловки заставляют людей выдать эту информацию. Как правило, это, ну, действительно, напор на какие-то чувства человека, когда его пугают чем-то, когда его заставляют сделать что-то быстрее, да, потому что, если вот пройдет минута-две, и вы эту возможность упустите, либо возможность приобретения, либо, наоборот, возможность блокировки карты утраты своих средств. К сожалению, да, люди об этом говорят, эту информацию выдают. Ваш вопрос был связан с тем, что делают банки, чтобы это предотвратить. Я, наверное, не могу говорить про все банки, скажу про Сбербанк. Безусловно, когда человек совершает какие-то действия, переводя деньги кому-то, да, вот такую операцию саму по себе, банк предотвратить или не допустить ее не может. Но вместе с тем мы разрабатываем, совершенствуем и используем в работе систему так называемого фронт-мониторинга. Когда анализируя состав производимых операций, когда мы видим какую-то аномальную активность по счету клиента, когда появляются излишние частые запросы баланса по счету клиента. Мы просто-напросто блокируем операции по счетам. На самом деле можно очень много случаев привести, когда, несмотря на то, что человек потерял вследствие разглашения своих данных какую-то часть суммы, но вместе с тем операции были приостановлены и большие потери были предотвращены. То есть основной акцент работы это вот такое предотвращение фронт-мониторинг и, безусловно, информирование населения при выдаче карт. То есть есть у нас памятки, которые подробнейшим образом описывают те правила, на самом деле достаточно простые правила, которые владелец карты должен соблюдать, чтобы не допустить воровства со своих счетов. Ну, в защиту вообще банкиров я хочу сказать, что они даже немножко перестраховываются, показателен с нашим коллегой, с Алексеем, в случае, когда он, не предупредив банк, выехал за пределы России, да, и как только банк, представители банка, видимо, или те боты, которые следят за транзакциями, увидели, что из Филиппин откуда-то пошла транзакция, они просто заблокировали. А то, что Алексей, скажем так, претерпел при этом неудобства, это дело второе. Лучше обезопаситься, чем... У нас был клиент Сбербанка, к нам в отделение пенсионного фонда подошел, и как раз был такой случай, по пяти тысячам, единовременные выплаты в январе у нас был такой случай, по пяти тысячам, очень много звонили. Старик, конечно, старый человек, получает в районе, пенсионное дело находится в районе, и ему позвонили, представились работникам пенсионного фонда, сказали, что вам единовременная выплата пять тысяч еще не перечислена, давайте ваши карты. Он начал вот эту вот всю процедуру, очень много отправил смс-ок и обратно, и Сбербанк... И только, я понял, усилиями сотрудников Сбербанка удалось предотвратить. Об этом и не только, и о многих аспектах мы в продолжении нашей программы, которая буквально сразу после рекламной паузы. Она неизбежна. И мы продолжаем работать даже в перерывах, где пресс-секретаря, кстати, в студии находится аж четыре пресс-секретаря различных структур, это так, к слову, пресс-секретаря Сбербанка дала понять, что сотрудники, наверное, не только Сбера, если быть честным, сотрудники никаких банков не звонят своим клиентам, не просят их предоставить там какие-то данные, уточнить какие-то данные и так далее, и так далее. И тем более не торопят никогда. У сотрудников колл-центра, наверное, время все-таки бесплатное, они имеют все основания никуда не торопиться, тем более ценить время своих клиентов. Что ж, мы продолжаем. Все-таки, вот блок техбанков, Сбера у нас, к сожалению, меньше представлен в сельских районах, в Улусах, да? Блок техбанков. Не сказал бы. Не сказали. Прошу прощения, если это не справедливо. Просто я, как бы, Россельхозбанк, само название говорит, что это работает с сельским населением, и по привычке по старой АЭП, которая, да, имеет представительство во многих Улусах, да, я больше к ним адресую. Что они предпринимают для того, чтобы повысить уровень финансовой и правовой грамотности своих клиентов, которые, ну, представьте себе, пожилой человек, живущий в сельской местности, ей вручают пластиковую карту, или что, татарская, китайская грамота это получается? Безусловно, для наших клиентов мы, когда выдаем карту, мы инструктируем. На простом уровне. Просто вот подходишь в банкомат, набираешь, пин-код никому не должны говорить. Ну, вот простые вещи, которые всегда необходимы сделать, чтобы мошенники не взяли. Ну, в основном, вот система банковская так сформирована, что практически деньги невозможно украсить из банка. Даже вот через интернет, через какие-то мобильные продолжения. Это невозможно. Там столько уровней защиты, когда там через интернет, если покупаем 3D, security есть, там система тоже, да. Если там с карты, вот, например, сейчас, например, раньше были просто вот бесчипованные карты, можно было просто вот провести по терминалу и можно было купить что-нибудь, да. А сейчас все карты чипованные требуют пин-код. Поэтому вот для населения, в основном, вот Россельхозбанк предлагает весь вот перечень инструментов, чтобы безопасность была определенная, да. Плюс к этому еще вот банки еще вот, ну, идут со временем и страхуют именно риски такие. Вот бывает там человек карту потерял, пин-код кто-то узнал или как-то деньги сняли. Есть страховка, называется, ну, коробочное страхование, которое вот защищает по уровню, там, 50 тысяч, может быть, 100 тысяч, может быть, 150 тысяч. Где вот деньги, которые вы потеряли, банк возмещает. Вот один из инструментов защиты. А вы изучали, кто лидер по этому показателю? То есть где наиболее, нет, где наиболее защищены, скажем так, вот от таких случаев? Ну, в целом, я не говорю, что… В целом, в Россельхозбанке вообще нет таких фактов кражи каких-либо, да, вот, ну, скажем так, если клиент сам своими руками пин-код не набрал, отдал деньги, вот, кроме таких случаев вообще нету. Ну, как бы, защита полностью стоит. Поэтому главное, чтобы клиенты никому не сообщали свой пин-код. Вот сейчас это вот основной, вот ключевой, это пин-код. А по номер счета, может быть, там, как бы, есть, да, но без пин-кода эти проводки не пойдут. Все, упирается вот в пин-код или же еще какие-то смс-ки. Василий, то есть человек в 100% случаев сам совершает вот те действия по отправке платежа? Да, по большому счету человек сам совершает. За него никто не делает? За него никто не делает. За него никто не делает. И система банковская так построена, вот, трехуровневая защита. Даже вот, ну, до этого говорили, то, что там, может, утечка быть с банка, там, ну, это практически невозможно. Практически невозможно. Там есть разные сотрудники с разным уровнем доступа к информации клиента. Например, операционист, он не может все видеть. Он видит часть информации, а какой-то сотрудник – часть информации. Поэтому там система разделения функционала, контроля и трехуровневая защита, и практически из банка, вот, база данных, или, там, говорят, там, карточные счета какие-то, вот, ну, утечек нету. Быть не может. Ну, нету. Хорошо. Практически нету. Ну, потому что разные уровни доступа. Да. Анатолий Семенович. Ну, как вот уже Сбербанк сказал, да, Росферхосбанк сказал, действительно, банки, они сейчас очень защищены. И единственное слабое место – это низкая финансовая грамотность клиентов. Самих клиентов. Да, самих клиентов. Ну, вот, уже говорилось, что по телефону могут их разводить, могут, тут, допустим, защищать надо не только вот, как бы, сами реквизиты, вот, а просто вот даже, если показывать карту двух сторон и дать посмотреть обратную сторону, это уже можно, не зная пин-кода, через интернет покупки делать. И тут тоже, опять же, все зависит от самого клиента. И, ну, Мастер Генбан в этом направлении, ну, опять же, мы каждого клиента тоже инструктируем, даем памятки. И, кроме этого, мы в рамках корпоративно-социальной ответственности проводим занятия по повышению финансовой грамотности среди школьников, студентов. И даже вот у нас договор есть, школа третьего возраста есть такая с пожилыми. Вот, как раз, самая большая, как бы, группа риска. Группа риска, да. Да, вот с ними мы проводим занятия именно по повышению финансовой грамотности. Анатолий Семенович, а вот многие клиенты регионального банка обратили внимание, что система онлайн-банкинга, да, она поменялась, кардинально поменялась. Причем. Насколько вот повышено при этом требование безопасности? Ну, мы в прошлом году поменяли платформу онлайн-системы и для физических лиц, и для юридических лиц. И, конечно, мы основное внимание уделили защите данных, и, ну, у нас защита сейчас максимальная. И так как у нас собственный процессный новый центр, и мы имеем возможность сами строить защиту, вот как представитель Сбербанка говорил, есть система фрод-мониторинга, такая система у нас есть. И она действительно защищает клиентов, даже если происходит компрометация данных, то если операция делается при наличии клиента, допустим, в стране, вот как вы говорили, за рубежом вдруг операция пройдет, тут срабатывает эта система и сразу блокирует операцию. То есть они перестраховываются все, в любом случае, вся банковская система, она перестраховывается. Лучше перебдеть, чем недобдеть, и в данном случае, да, Майя? Можно два слова по поводу непредставленности Сбербанка в каких-то отдаленных районах, это не так. У нас сегодня на территории Якутии работает 143 филиала Сбербанка, и мы представлены во всех северных отдаленных районах. Вот, хотела два слова. Плюсик жирный, да, ставлю. Да, вопрос от рядовых граждан, допустим, да, я, конечно, понимаю, что во всем, во многих случаях виноват правовый нигилизм самих граждан, да, давайте разберем конкретные случаи. Вдруг, значит, поступает звонок, что с вашим близким человеком, что-то случилось, нужно перевести деньги, или поступает смс, да, что ваша карта заблокирована, что должен поступить человек в таких случаях? Ну, я отвечу, да, в части вот звонка, да, друг друг там или кто-то в тяжелое положение попал, если звонит, да, просто надо другу позвонить, спросить, как ты, ну, и, да, ну, просто позвонить знакомому, человеку, родственнику, и все. А если он в Донецкой Народной Республике находит, тоже бывает ситуация. Это другой вопрос уже. Но в основном, вот, часто бывает, когда вот, если перезваниваться своему знакомому или родственнику, выясняется все, что это нормально, тогда вопрос и отпадает, да, это первое. К слову, я перебью, прошу прощения, вот эти вот, как представители МВД тоже подтвердят, смски типа там, я попал в аварию и так далее, это уже прошлое, позавчерашний день. Ну, да, на шаг сзади, но... Но все равно встречается, да, конечно. А в части вот блокировки банки обычно не отправляют смс, касаемо блокировки, да, это вообще... Как это не отправляют? При этом есть совершенно понятные признаки таких смс, которые мы, вот, можем сейчас даже их примерно описать, да. То есть, если вы получаете смс, в которой, во-первых, нет абсолютно никаких данных по вашей карте, имеется в виду последние 4 или 5 цифр, ну, по крайней мере, мобильный банк работает таким образом. Это как раз говорит о том, что тот, кто направил вам эту смску, он не знает ничего о вас, скорее всего. И все дальнейшие коммуникации направлены, как правило, на то, чтобы эту информацию вывести. В принципе, есть совершенно четкие... Ну, вот мы их сегодня уже приводили, эти примеры, да, то есть, ваша карта заблокирована, непонятно, никакой банк. Ничего абсолютно непонятно, никакая карта. Первый признак того, что это мошенничество, то, что в этой смске абсолютно непонятно, что это смс, какое-то отношение к вам имеет. Ну, откуда тогда мобильные вообще номера утекают злоумышленникам? Вот это тоже резонный вопрос. Больше спец-то вы. Да, пожалуй. Ну, на самом деле, уже не раз говорили, чаще всего мобильные номера оказываются в руках у злоумышленников точно так же по вине людей. Мы с вами очень часто, приходя в магазин, когда нам предлагают заполнить анкету, чтобы получить скидочную карту, не задумываясь, заполняем анкету данными, ставим галочку «Да, я согласен», отдаем ее, и, собственно, что происходит дальше с этой анкетой, мы не знаем. Уже три года работает закон о защите персональных данных, и, соответственно, любой оператор персональных данных должен очень внимательно обращаться с любой информацией, которую получает о гражданине Российской Федерации. Потому что, опять же, если говорить непосредственно об операторе мобильной связи, ну, и опять же, об мегафоне буду говорить, у нас каждый сотрудник проходит очень серьезную проверку безопасности, он знакомится с огромным количеством регламентов, которые не позволяют ему разглашать персональные данные абонентов. И поэтому тут все-таки, скорее, это вопрос, опять же, внимательности людей по поводу того, куда они предоставляют свои персональные данные. Могу примеры жизни привести. У меня два года назад папа очень обрадовался, когда я ему сказал, что «Пап, ты на даче летом сможешь пользоваться твоими привычными онлайн-сервисами, ты сможешь играть в преферанс, сидя за ноутбуком, ты сможешь слушать музыку в онлайне, как ты хотел». Ну, просто потому что решил вот папе поставить мобильный роутер, да, и обеспечить дачу интернетом. Что сделал папа буквально через два часа? Папа залез на какой-то портал музыкальный, вколотил в окошко свой номер телефона, и после этого, само собой, попал на мобильную подписку. Но опять он сам нажал на кнопку, что да, я согласен, конечно, был мелким шрифтом, что я принимаю условия предоставления услуги, но это он совершил те самые конглюдентные действия, которые позволили в данном случае даже не машиннику, а контент-провайдеру списать с его счета денег. Хорошо, повезло, что с папой это произошло, когда вот такие дети подобные деяния, скажем так, выделывают, это бывает, так и охота, скажем так, нарушить 116 статью иногда, да, то есть приложить немножко, у нас буквально секунду на секунду включится реклама, да, я просто хочу подвести к третьему блоку, в котором мы будем говорить, все-таки у нас случаи мошенничества все больше происходят с людьми пожилого возраста и с людьми, которые, скажем так, предпенсионного возраста, то есть, которые озаботились состоянием своих пенсионных накоплений. Поэтому третий блок мы пенсионному блоку посвятим, увидимся сразу после рекламы. Второй блок нашей программы «Один из нас», который посвящен видам различного рода мошенничества, мы закончили на представителе одного из мобильных операторов, который сказал, что люди, вернее, подтверждают ту мысль, что люди в 100% случаев сами либо там не ставят галочку, либо соглашаются на что-то на определенных сайтах, приложениях и так далее, которая позволяет найти дырочку, через которую можно вытягивать понемножку, но денежки. Это касается, не секрет, что вокруг каждого из мобильных операторов кормится энное количество контент-провайдеров. Это совершенно отдельные юридические лица, которые не имеют прямого отношения ни к одному из большой тройки, ни к меньшего размера провайдерам, но они осуществляют вот эту самую всю рассылку, подписку и так далее, и так далее. То есть звонки бесплатно вот эти, месяц триала, потом за 59 рублей и все прочее. Как люди, они, понятно, они получают услуги от провайдера, оператора сотовой связи, да? И они, может быть, опять же, в силу своего правового низкой осведомленности, они думают, что это проделки все операторов. Да. Вот как быть контент-провайдером? Точно так же быть внимательными. Это раз и два, собственно, есть, особенно это вы, Дмитрий, затронули тему детей, да, когда дети совершатки действия. Сейчас есть очень простой вариант. Любой абонент, любого оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации сейчас имеет право открыть контентный счет. То есть это так называемый счет, с которого будут оплачиваться именно контентные услуги. И на этом контентном счете абонент Мегафона может запросто выставить лимит, который он разрешает списывать ежемесячно оператору вот именно на развлечение, на доступ к каким-то, ну, видеосервисам, сервисам по прослушиванию музыки, чего угодно. И этот лимит очень просто может быть выставлен в размере нуля рублей. Вы выставляете ноль рублей, и, соответственно, оператор понимает, что вы отказались от оплаты любых платных услуг, любых подписок. Все, вы застрахованы, ваши дети застрахованы. Но для этого, опять же, нужно немножко подумать о том, как вы хотите обеспечить себя и свой семейный бюджет. Моя мама пользуется телефоном только в плане звонков. И не залазит ни в смс, слава богу. Потому что никого сейчас не удивить бабушками, которые активно сидят в социальных сетях, мессенджерах и так далее, и набирают оттуда пучу спама и неизвестно чего. Тем не менее, все-таки у нас, еще раз повторюсь, преступники, они посягают все больше на тех пожилых людей, тех, которые мало разбираются во всех этих технологиях и так далее. То есть, если сейчас, как у нас радикалы говорят, поскорее бы пришли биткоины и заменили к черту всех вот этих, весь банковский сектор. Может быть, это мечта, может быть, какого-то технократа какого-нибудь. Но я думаю, что банковский сектор здраво продержится еще энное количество лет, и слава богу. Раздражитель номер три. Звонок-дверь. Смотрю в глазок, там стоят три-четыре обычно крепких молодых человека, которые прямо в глазок суют какую-то там, вообще не разобрать, когда вот так вот. Корочку. Да, корочку какую-то. Говорят, мы представители некого пенсионного фонда, который продвигает пенсионную реформу. Откройте, пожалуйста. Люди заточены на то, что представителям, те, которые носят пенсию и так далее, они дверь открывают и автоматом могут открыть. Не все попадаются, как наш друг Евгений Тазидинов, который очень технично послал их на три буквы. Причем на хорошем, юридическом таком уровне, грамотно. Что могут сделать вот эти вот товарищи, которые, зайдя в квартиру, попросят ваши данные? Ну, что они смогут сделать? И вообще, ходят ли представители пенсионного фонда по квартирах, кроме тех, которые разносят пенсию? Пенсионный фонд является государственным учреждением, которое оказывает государственно-социально значимые услуги. За предоставлением этих услуг работники пенсионного фонда не ходят по домам и не разъясняют. Мы вот разъясняем на таких площадках, в СМИ, через газету. У нас, как Алмаз Реденбан сказал, у нас тоже есть работа с пенсионерами. Мы их тоже обучаем, ознакомливаем их с азами компьютерной грамотности. Но по домам работники пенсионного фонда с корочками, еще показывая, не ходят. И доставку пенсию уже как давно пенсионный фонд тоже не доставляет. Доставку пенсию осуществляет у нас Почта России. Так что работники пенсионного фонда по домам не ходят. А те молодые люди, которые ходят по домам и показывают, как таковые корочки, и что-то им говорят, возможно, я не могу сказать, что это плохие люди, или мошенники, или злоумышленники. Никто не знает, что в голове у стоящего человека. Я тоже не могу сказать, за каким они там ходят, за какими нуждами. Но все-таки нужно предостеречь наших стариков. Когда им говорят пенсионный фонд, естественно, учитывая то, что пенсионный фонд имеет такой большой, хороший авторитет, естественно, они их пускают. Они им все предоставляют, все показывают, и пользуюсь этим случаем. И хочется еще отметить, что старикам вообще не надо их пускать, потому что накопительная пенсия будет только для граждан моложе 67-го года рождения. Так, стоп. У нас предположение, что это представители неких негосударственных пенсионных фондов, охотники за накопительной частью пенсии. Возможно. Возможно. Это предположение, да? Да, это предположение, потому что к нашим работникам тоже приходили, и мы посмотрели, какое они удостоверение показали. Там про негосударственный пенсионный фонд ни одного слова не было. Я допускаю, если бы они показали, что это негосударственный пенсионный фонд, скажем, «Алмазная осень» или негосударственный пенсионный фонд, ну, который у нас территориально здесь находится, я допускаю, что, возможно, это работники. Но в той корочке, которую они показывают, там идет вообще какое-то предприятие, которое, да, занимается каким-то продвижением пенсионной реформы. Пенсионной реформы у нас уже нет. Это было в 2002 году, когда поменялась вся модель, когда мы из 340-го федерального закона перешли в 173-й и перешли в страховую. Вот такой вот контекст поменялся. А вообще справедливо ли, что накопительная часть, там же баллы? Там же не рубли? Нет, накопительная часть, еще раз хочу сказать, что с 15-го года она самостоятельно стала пенсией, накопительной пенсией, потому что все уже, мы, так сказать, 67-го года уже, если мы выходим в районе Крайнего Севера, кто проживает с женщиной, выходит в 50 лет. Если они имеют 15 лет работы Крайнего Севера и 20 лет общего стажа, мужчины в 55 лет, то уже не за горами. И у тех граждан, которые 67-го года, уже вот стукнет ровно 50 лет. Вообще ко всем вопросам. Вот у нас комментаторы очень многие отметили, что да, предлагали некий государственный пенсионный фонд, я перевела, да, я перевела. И что они там с ними сделают? А что они могут с ними сделать? Кстати, это большие деньги, если в масштабах страны-то посмотреть. Они с ним... Их, кстати, можно перевести, но в течение определенного промежутка времени. Вот определиться с моделью своей пенсии, вот это всем нам гражданам, моложе вот уже вот тех лет, надо задуматься. И задуматься не так. Вот сегодня подошел банк, или завтра кто-то пришел, предложил это, и все время с ними соглашаться все подписывать, потом только думать, ой, что будет. И, кстати, многие так делают и звонят нам. Вот пришли они, мы им все показали, мы подписали, а что с нами будет? Вот над этим мы тоже работаем, чтобы молодые люди знали, как формировать свое пенсионное накопление к старости лет. В общем, если заявление пишется, например, человек с незнанием написал три раза в этом году, да, в учет берется самое последнее заявление. Поэтому в декабре месяце вот эти негосударственные пенсионные фонды очень активизировались, вот в декабре. Да, кстати, случаев стало больше в декабре, да. И все-таки, прежде чем я дам слово, да, тут вопрос такой. Не секрет, что федеральные, я не говорю региональные, да, федеральные крупные банки, они имеют свои негосударственные пенсионные фонды. Не секрет, что оформляя кредит, недобросовестные, я еще раз повторю, сотрудники могут оперировать вот этими положениями, да. То есть вы либо переводите к нам на него государственные, видят, что человек такого определенного моего возраста. Мне, кстати, предлагали ВТБ, ненастойчиво, я не знаю, как предлагали Сбербанки, но пара человек отписалась о том, что говорили, что это положительно сыграет на решении вашу пользу. Кредитом или что-нибудь типа такого? Как и в первом вопросе, предпочел бы оперировать фактами. Статистика говорит примерно о следующем. То есть в среднем в якутском отделении в месяц выдается 3000 потребительских кредитов. При этом точно так же в среднем за месяц мы подключаем порядка 1000 клиентов к нашему государственному пенсионному фонду Сбербанка. То есть статистика здесь однозначно подтверждает, что никакого обязательного подключения нет. И вместе с тем я, конечно, хочу сказать, что предлагать подключение мы, безусловно, предлагаем. Ну за это же баллы начисляются. Давайте не будем лукавить каждому операционисту, если переведет, допустим, у одного из своих клиентов на те или иные услуги, подключит, там начисляются баллы. Мы не будем лукавить. Вы имеете в виду мотивацию за продажу? Мотивацию, да, да. Бонусы какие? Безусловно, как и за продажу любого другого продукта. Да, они продажники. Это есть. У них такая работа. Они простимулированы, значит, переводить. Но вместе с тем мы предлагаем подключение, собственно, только тем клиентам, кому это интересно. То есть те, кто походит по возрасту, и, собственно, само по себе предложение никаким обязательством не ведет и не является, безусловно, обязательным. Часто вот эти передвиги, еще раз, вы хотели же сказать, они чем чреваты? Там же чего-то лишаешься, да? Да. Если человек досрочно переходит из негосударственного пенсионного фонда, ну, куда-то в негосударственный пенсионный фонд или обратно в пенсионный фонд, то в этом он теряет инвестиционный доход, который он накапливал. То есть в течение пяти лет, когда вы сделали последний выбор, лучше в течение пяти лет другой выбор не делать. Только по истечении пяти лет. Еще другой такой момент. Есть у нас категории лиц, которые пенсию назначили в этом году, да, и теперь они хотят назначить себе накопительную пенсию, а сами не знают, где они хранят. Приходили эти, приходили эти, приходили четвертые. И вышло так, что у них там вообще какой-то негосударственный пенсионный фонд, который не находится здесь. И они говорят, а как нам назначить эту накопительную пенсию? В общем, закон для всех един. Что для пенсионного фонда, что для негосударственных пенсионных фондов. Если человек хранит деньги там, пенсию накопительную назначает там. Ну, чревато, в общем, частенько это делать. Я вот своих комментаторов хотел бы предостеречь от того, чтобы они, ну, предложили, подписал там и так далее. Не редки, когда в определенных магазинах оформляешь, когда кредит, не глядя в кипе вот таких документов, да, вы можете подписать заявление о переводе своей накопительной части куда-то вообще, в Киров лес куда-нибудь, я не знаю. Есть такие случаи? Да, заявление написать с 15-го года уже можно только в территориальном органе, в пенсионном фонде. А вот договор составить можно где угодно, хоть в магазине, хоть в Сбербанке, хоть где. А заявление не пишут, а переходит только в пенсионный фонд. Сразу после рекламы мы продолжим нашу программу, завершающий блок будет, в котором попробуем поставить точку. Мы закончили с пенсионной частью вот этого и к традиционным, скажем так, видам мошенничества. Не секрет, что пирамидальные некие структуры, которые до, еще до появления протокола 5G, да, предлагали телефоны, которые будут работать 5G и так далее, и так далее. Кстати, у меня к ним, да, особый слой личный счет. И хотелось бы все-таки, вопрос же у тебя был, да? Да, значит, пенсионному фонду хотелось, значит, да. Все больше волнует, да? Да, два вопроса задать. Значит, насколько я поняла, представители непенсионного, непенсионного государственного фонда не должны ходить по домам, да, это раз. И второй вопрос, значит, раньше моя накопительная часть была в пенсионном фонде Ариэл, слава богу, значит, сейчас, ну, не слава богу, да, до того, как обанкротился, я перевела, значит, государственные пенсионные. А если у вас сейчас можете назвать на скидку какие-то негосударственные пенсионные фонды, которые обанкротились, которым вы, значит... Которые на территории Республики Саха работали, это Ариэл и Мечил. И все те граждане, которые получали накопительную часть там, или хоронили, или деньги свои там, все они перешли по умолчанию в пенсионный фонд. И деньги тоже поступили. Поэтому сейчас уже выплата и накопительной пенсии, и тем, ну, кому положено, сейчас выплачивает пенсионный фонд. По первому вопросу, вот что, должны ли ходить вот эти, или не должны, это, к сожалению, не решает пенсионный фонд. Они вообще отдельные фонды, и как им работать, как вот, как свою работу строить, это на их совести. А пенсионный фонд это не курирует, ходить, не ходить. Работники пенсионного фонда точно не ходят. Но факт есть, факт остается фактом, да? Идет охота за накопительной частью пенсии группы населения, которые, ну, скажем, как они говорят, от 29 до 45 лет. Да, потому что это долговременные деньги, они долго лежат. Пока вот эти, пока человек оформит свою пенсию, да, поэтому они вот за этими деньгами... Коллеги, и я хочу все-таки, вот, вообще человечки такого, почему наши люди так подкида халявы, так хотят быстрых, больших и легких денег, да? Ведь это же лежит в корне того, что они сами потом становятся вот с такой кипой лапши на ушах, да, и с пустыми карманами. Согласитесь? Я не знаю, почему, почему тут люди... Я понимаю, что у всех трудное детство было, да? Что у всех там, не знаю, там, ипотека там и так далее. Ипотека, товарищи банкиры. Всех нужно кормить там, семью и так далее, и так далее. Но почему-то все вот супер хотят быстрых денег. Вот дайте мне завтра вот 300 процентов. Завтра. Приходишь в такие звонки, где, значит, гражданам говорят, что вы выиграли, и для того, чтобы, значит, получить приз, вы должны отправить, значит, свои данные и так далее, да? То есть, сами граждане, как бы, сами... Потом, значит, очень много в социальных сетях мы же сами размещаем очень много информации от себе, да? Свои контактные данные, свои телефоны, да? Фамилии, имя, отчество, значит, да, фотографии близких и так далее. Отправь скан паспорта, да, пожалуйста, вот тебе, да? Скан паспорт. И еще раз говорю, вот вообще не этикет понятия, то есть, правила поведения в сети, да? Александр подтвердит, он раньше, когда интернет был, скажем так, довольно узким сообществом, да, его соблюдали. А вот когда доступ к технологиям получили массы такие дремучие, настолько далекие от норм каких-то поведений в сети, там, и так далее, и так далее, вот это явление начало носить массовый характер. Я не говорю, что плохо, что бабушки сидят с мессенджерами. Это очень хорошее явление. Люди социализируются, люди получают какой-то контакт с себе подобным. Другими и так далее. Все-таки хотелось бы, чтобы представители правоохранительных органов, ну, такой качестве профилактики, какие еще, на чем еще людей разводят? Добрый вечер, уважаемые якутяне, жители республики. Значит, то, что было сказано до этого, это по банковским карточкам. Это был один из видов мошеннических действий, хищения с банковской карты. То есть, когда потерпевший сам говорит мошеннику о своих данных, значит, мошенник, значит, выуживая, там, представляясь представителем банка, выуживает данные потерпевшего. Помимо этого, значит, у нас есть, также, не забываем, с открытием различных социальных сетей, таких как Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники и так далее, у мошенников появилось непаханное поле, на самом деле, потому что в гонке за дешевой какой-то вещью, это касается молодежи, происходит там заказ того или иного товара. То есть, в Инстаграме, в том же Инстаграме размещается, например, реклама какого-то товара, каких-то там кроссовок, банальных. Молодое население, соответственно, заказывает их, те мошенники выставляют реквизиты, куда нужно перечислить деньги. Молодежь перечисляет, соответственно, ничего не получает. То есть, это как, я хочу обратиться вот к такому среднему слою, значит, возрастному нашего населения, никогда не ведитесь на такие вещи. То есть, оплачивайте всегда по факту, по факту. То есть, пришел товар, заплатил, значит, потом также существуют различные сайты, интернет-сайты, интернет-магазины. Перед тем, как оплачивать тот или иной товар, выбранный, проверьте отзывы этого сайта, прочтите, сколько он работает, то есть, полностью репутацию данного сайта. Так, потом, дальше я хочу перейти, также, сын попал в ДТП, то есть, когда звонят, среди ночи, обычно это мошенники звонят, чтобы там, когда родственники просыпаются, там еще не могут понять, что происходит, да, прийти в себя, и начинает мамкать. Это такое понятие мамкать, то есть, ваш сын попал, там, представляется работниками, там, прокуратуры, там, следственных органов, там, ГИБДД, и говорят о том, что, там, ваш сын, там, совершил ДТП, или, там, ваш сын, там, побил человека, необходимо срочно, прямо срочно скинуть, там, определенную сумму денег. Вот, как сказал представитель банка, вот, правильно отметил, позвоните родственнику, если его рядом нету, убедитесь, что он спит, что все с ним хорошо, все, и никогда не ведитесь на это. Либо, если до родственника дозвониться не можете, звоните всегда в полицию, 0-2, все, там разберутся. Потом, дальше, хотел также обратить внимание, ну, вот, с пенсионным фондом, тут, понятно, мы уже обсуждали на эту тему, тоже, сейчас пошли факты у нас, звонят с пенсионного фонда, представляются, якобы, с пенсионного фонда, с реформой Путина, и, да, пошли у нас сейчас вот эти факты, сейчас работаем в этом направлении, тоже никак, не верьте никогда, вот, вот этим вот пенсионным фондам. Что еще? Максимальный срок наказания в уголовном кодексе за статью мошенничества? Максимальный срок у нас, по части, третий идет до 15 лет. До 15 лет. До 15 лет. Ну, это в совокупности, скажем, одного человека, там, 5 тысяч вытащил, там, или что-нибудь, или меньшей площади квартиру продал, там, и так далее. Вообще, на самом деле, еще раз, Остап Ибрагим был прав, да, говоря, что 400, и даже больше, вот сейчас в условиях научно-технической революции, 1400 способов, наверное, сравнительно честного, на первый взгляд, способа отъема денег. Жанна, вы хотели что-то еще добавить? Да, коллеги, я скажу два слова. Мы очень много обсудили, констатировали факты, но мало обсудили путей решения этой проблемы. Проблема есть. Сегодня среднестатический житель Якутии, весь мир для него замыкается в экране смартфона. Мы живем в огромном информационном поле, и проводником в него является этот смартфон. Но у людей, у нашего населения нет культуры защиты своего собственного мобильного телефона. Есть понимание того, что нам нужно защищать свой домашний компьютер, мы устанавливаем на него хороший антивирус, но люди не понимают, что их смартфон – это тот же самый компьютер, который нужно защищать, на который нужно устанавливать хороший антивирус, на который нужно следить. Если мы говорим о путях решения, я предлагаю подумать о гражданской ответственности, о том, чтобы мы сами заботились о наших родителях, о наших бабушках, дедушках, о наших пожилых соседях, тетях и дядях, следили за ними, советовали им, потому что действительно самый незащищенный слой в этой части – это действительно наши пожилые граждане. Давайте вместе думать над этим и во взаимодействии с органами. Мы в понедельник участвуем в круглом столе МВД, как раз-таки по теме мобильного мошенничества. Сбербанк открыт к решению этих проблем. Я уверена, что сообща мы сможем их решить. Слушай, мне понравилось. Хочется, наверное, добавить, что можно не только думать, но и делать. Мы, на самом деле, основая свою социальную ответственность, компания Мегафон уже много лет подряд проводит так называемые, мы их так называем, уроки мобильной грамотности. То есть мы просто рассказываем, в основном, правда, детям. Не пожилым людям, пожилые люди почему-то просто не уделяют внимания нашим предложениям. Но дети, действительно, мы приходим в школу, и дети всегда с удовольствием откликаются на наше предложение, прийти и послушать о том, как же себя вести в тех самых смартфонах. А Якутия, надо отметить, на втором месте в России по проникновению в население дорогих коммуникаторов, дорогих смартфонов. То есть, да, действительно, не во многих городах, зайдя в автобус, ты увидишь пожилого человека, который сидит в WhatsApp или там в Facebook, рассматривает посты своих родственников. Поэтому можно и к действиям тоже переходить. И, насколько я знаю, у Сбербанка уже есть такие инициативы. Как технолог, Александр, что вы можете сказать о системах типа Apple Pay или Samsung Pay? Ну, у меня вот Samsung телефон, да, поэтому я пользуюсь системой Samsung Pay. Это безопасно? Я считаю ее абсолютно безопасной, опять же, если человек осознанно ей пользуется. Потому что уровень защищенности самой платежной системы, он аналогичен уровню банковского процессинга по защищенности. Поэтому тут точно так же, если вы аккуратно и бережно храните свою банковскую карту, не даете всем посмотреть на лицевую и на оборотную сторону карты, то точно так же, если вы не даете свой телефон в пользование всем подряд, то это абсолютно безопасная система. Хорошо, ну, в принципе, хорошо, что расставили по полочкам, да, вот о том, что в первую очередь еще раз просто. Мы не будем говорить, что мы устали повторять населению о том, что нужно беречь пин-коды там, СВВ-код и так далее, и так далее. Мы будем додалбливать это в головы населения, пока в случае вот этого мошенничества с банковскими картами, с мобильным мошенничеством и так далее, не прекратятся вовсе. Пусть у вас будет поменьше работы у товарища правоохранительных органов, да. Мы только будем радоваться этому. И еще раз, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Это монтер Мечников говорил из того же романа, да. То есть человек, когда отдает деньги, он, у него же не отбирает нож приставив горло, да. Он сам отдаёт. Давайте будем сами внимательны к тому, что мы делаем ежедневно. И не будет никакого мошенничества. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok